Hello, friends! Сегодня мы разбираем урок 12a, 12a, учебник Spotlight 4, Spotlight – английский язык за четвертый класс, и тема называется Once Upon a Time, то есть однажды. Once upon a time. Так начинаются различные сказки, истории в английском языке. Хотя в русском мы начинаем наши сказки, истории. Однажды жил-был, нас жили-были однажды. В английском языке Once Upon a Time. Number one. Lulu's dreams. Listen and say yes or no. Then ask and answer. Сны – Lulu. Lulu's dreams. Listen, слушаем и говорим yes, да или no, нет. Потом задаем вопросы и отвечаем на вопросы. Вот образец, и здесь как бы кратко написано правило. Как что-то рассказать в прошлом времени. Как построить предложение в прошлом времени. В русском мы добавляем суффикс l. Допустим, идти шел. Писать писал. Ехать ехал. Слово может поменяться. Допустим, идти шел. Совсем другие буквы. Писать. Писала. Почти слово не поменялось, но добавился суффикс l. В английском языке как у нас? Давайте разберемся. Допустим, я хочу сказать слово смотрел. Смотрел, наблюдал, смотрел фильм, смотрел телевизор. Смотреть по-английски watch. Чтобы сказать смотрел в прошлом, мы добавляем суффикс ed. И говорим watched. Ed читается тремя способами. Если в конце слова глухой звук, watched, это глухой звук, значит ed будет звучать как c. Если звонкий звук на конце, будет d произноситься. Если уже тель или d звук есть, значит будет ed. Допустим, visit. Мы добавляем ed и говорим visited. Можно сказать visited, ed, visited. Или visited, ed, краткий звук, ed, visited, visited. Но гласный звук есть, чтобы c и d как-то разделить, и чтобы два раза c не шло друг за другом, или d, чтобы два раза друг за другом не шел. Окей, а как сказать не смотрел? Смотрел, не смотрел. В русском мы просто не добавляем. В английском мы скажем слово didn't. Did, didn't. А потом просто watch. Без суффикса ed. Смотреть watch не смотрел. Didn't watch. Почему так? Ну, по слову didn't мы понимаем, что это прошедшее время. Потому что didn't используется только в прошедшем времени. Слово didn't нам говорит это прошедшее время. Значит, watch это смотрел, а didn't переводим не в прошедшем времени. Следующий глагол. Смотрел, не, что делал. Didn't watch. Не смотрел. А как сказать не смотрю? Или не смотрит? Ну, допустим, мы можем сказать don't watch. Don't watch это уже не смотрю или не смотришь. Допустим, я не смотрю. I don't watch. Ты не смотришь. You don't watch. А ты не смотрел. You didn't watch. Мы можем также doesn't. Это уже present simple. Doesn't мы используем со словами he, she, it. Он не смотрит. He doesn't watch. Она не смотрит. She doesn't watch. Может это быть present continuous. Допустим, я сейчас не смотрю. I'm not watching. Я сейчас не смотрю. I'm not watching. Окей. А как спросить, ты смотрел? Мы будем использовать в магазине глагол did. Did you watch? Did you watch? Всегда будет в начале слова did. Допустим, в настоящем времени, в present simple, у нас два варианта. Или don't сказать, или doesn't. Мы всегда должны думать или запомнить, что I don't, he doesn't. Просто это надо запомнить. В прошедшем всегда did. Не надо не запоминать другие слова. Никаких больше вариантов. Всегда did. Did you, did he, did she. Без изменений. Очень просто. Но главное запомнить, что иди мы в конце не добавляем. Did you watch? Did I watch? Did he watch? Всегда будет watch. И вот у нас примеры. They didn't watch a film last night. Они не смотрели фильм прошлым вечером. Прошлой ночью или прошлым вечером просто будет last night. Did you play in the park yesterday? Ты играл в парке вчера? Did you play? Yes, I did. Да, краткий ответ. Да, я это делал. Yes, I did. No, I didn't. Нет, я это не делал. Окей, и примеры. Клайм куда-то карабкаться. Клаймд вскарабкался, карабкался. Керри нести. Керри днёс. Дэнс танцевай. Дэнс танцевал. Скеп прыгать на скакалке, допустим. Скепт прыгал. На что здесь нужно обратить внимание? Если у нас Y на конце, она может поменяться на I. I, E, D. Если впереди согласная. Если у нас И есть в конце, мы просто D добавляем. Вторую И писать не надо. Если у нас одна гласная и одна согласная в конце, согласная удваивается. Окей, вот у нас картиночки и словосочетания. Dance with the prince. Танцевать с принцем. Лула во сне танцевала с принцем. Мы можем сказать. She danced with the prince. Она танцевала с принцем. Skate with the ugly duckling. Кататься на коньках с уродливым ученком. Как это по-русски сказка. Гадкий ученок. С гадким ученком. Ugly, уродливый, гадкий ученок. Ugly duckling. She skated. Мы скажем she skated. Потому что Т уже есть на конце. Мы должны И произнести. Как звук Э или как краткий Э. Skated. Skated with the ugly duckling. Climb the beanstalk. Лезть, карабкаться по бобовому стеблю. Мы скажем she climbed the beanstalk. Вот уже тут пример есть. Climb. Climb. Dance. Danced. She danced. Skate. Мы просто Д добавим. Д добавим в конце. She served. Навещала деревянскую мышку. She visited the country mouse. Visited. Цель уже на конце есть. Значит, окончание полностью произносится. Вопросы. Чтобы спросить, мы поставим слово did вначале. Делала ли она это или нет? Did Lulu dance with the prince? Lulu танцевала с принцем. Yes, she did. То есть, всегда будет did. Did Lulu или did she? Did she dance? Did she climb? Did she skate? Did she serve? И так далее. Did she visit? Без окончания иди. И мы говорим, yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. Ну и здесь нужно послушать. Listen and say. То есть, в задании нужно послушать. Может, где-то будет говориться she didn't. И тогда мы потом скажем no, she didn't. Если там в аудио скажут she didn't dance with the prince. Она не танцевала с принцем. То и в ответе будет no, she didn't. She didn't dance with the prince. Во втором задании нужно рассказать ее сны. Lulu's dreams last night were so funny. First she... То есть, у Lulu сны прошлой ночью были такие веселые, такие забавные. Сначала она что-то там делала. Ну, мы слушать аудио не будем. Вы сами послушайте и сможете сделать легко это задание. А сейчас мы сделаем вот это своем задании. Number three. Look, read and complete. Look. Смотрим на картиночке. Read, читаем. И complete. Заполняем пропуски. Вместо картинок ставим слова. Окей, давайте с вами вместе прочитаем. Last Saturday, my father and I walked to a small fishing village. Давайте переведем. Прошлой субботы мой папа и я шли пешком в маленькую рыбацкую деревню. There was a cafe there and we stopped for a rest. Была или кафе. Кафе было, кафе там, и мы остановились для отдыха. По-русски мы скажем там, было кафе, и мы остановились для отдыха или отдохнуть. То есть порядок слов в русском и английском может отличаться, когда мы говорим или видим there was, говорим there was. В русском мы сначала говорим где, там, а потом there was, было, был, была, и существительное. A man sailed by in a small fishing boat. Лодка это boat. Какой-то мужчина проплыл мимо в маленькой рыбацкой лодке. Нам нужно слово boat. Мой отец прокричал, shout, кричать, shouted, прокричал. Я надеюсь, ты поймаешь рыбу. Suddenly, a big fish jumped out of the water and onto the man's шляпа, hat. Возможно, соломенная шляпа, straw hat. Ну, пускай просто будет hat. Возможно, соломенная будет straw, straw hat. Возможно, слитно, straw hat. Давайте раздельно. Здесь нам подчеркивают. Пускай так останется. Straw hat. Соломенная шляпа или просто hat шляпа. То есть неожиданно, suddenly, большая рыба, a big fish, выпрыгнула, jumped out of the water, из воды и куда она прыгнула? На шляпу мужчин. Onto the man's hat. И тут картиночка смеялись. The man, мужчина, was very surprised. Был очень удивлен. И мой отец и я, and my father and I, both, оба засмеялись. Что сделали, засмеялись? Left. Left. Вот так мы писаем и добавляем ed. В последнее время получается left. Или left в британском варианте. Then the man tried to pick up the fish, but it… Ныряет здесь картиночка. Ныряет dive, но рыбка нырнула. Мы скажем dived. Потом мужчина, then the man, попытался взять рыбу. Tried, попытался что сделать? Взять to pick up the fish, рыбку. Но она нырнула назад в воду, but it dived back in the water. I wanted to catch a fish, he shouted to us. I didn't want a fish to catch me. It was very funny. I wanted, я хотел, to catch a fish, поймать рыбу. He shouted, он крикнул, to us, нам. I didn't want, I didn't want, я не хотел, чтобы, a fish to catch me, рыба поймала меня. It was very funny. Это было очень смешно. Нам тут два раза встретилось слово to, которое как бы никак не переводится. Мужчина попытался поднять или взять. The man tried to pick up. The man, мужчина, tried, попытался to pick up, pick up, взять. Здесь to, после слова try, мы вставим слово to. Просто это надо запомнить. Попытался, если потом идет действие, глагол, мы вставим слово to. Попытался, допустим, встать. Tried to stand up. Попытался, допустим, написать. Tried to write. И так далее. Также и слово want, хотеть. Допустим, хотел поймать. Wanted to catch. Хотел прийти. Wanted to come. И так далее. После want, wanted, тоже ставим слово to, а потом же какое-то действие. Только если действие, если, допустим, он хотел мороженое, he wanted ice cream, some ice cream to, не надо. Хотел, допустим, воды, wanted some water, то есть, то не надо. Но если хотел попить, тогда wanted to drink some water, попить воды, допустим. То есть, если только есть действие. Мы используем слово to. Окей, that's it. Все у нас на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь, записывайтесь на занятия. Goodbye. See ya.